Вообще-то ликвёр-водочный завод считается, что он не является собственностью кого-то. Он был в управлении, в державном управлении с правами. То есть вся прибыль шла вверх, и ничего не оставалось в городе. Это случилось во времена, еще где-то в начале этого столетия. 2000-й конец того столетия передали. Еще во времена Буракова мы поднимали, то есть Компартия поднимала этот вопрос, когда мы выступили против приватизации обык-энерго, когда мы выступили против приватизации вообще всех предприятий ликвы-водочных или передачи их управления. Они должны работать на общественность, на громаду города. То есть если бы мы передали, тогда не забрали этот завод, бюджет бы так не страна. У нас остановились практически абсолютное большинство предприятий. А те, которые сохранились, так там работает всего-навсего. Ну вот если какая-то незначительная часть рабочих, и они не дают той прибыли, которая необходима городу. Ликвы-водочный завод – это то предприятие, которое, если бы вся прибыль возвратилась в город, и передали его в управление городом, как это будут называть коммунальное предприятие, значения не имеет или как-то по-другому. Главное его не приватизировать ни в коем случае, и чтобы прибыль шла в городской бюджет. Тогда будет возможность хоть каким-то образом решить ряд проблем. Особенно те проблемы, которые вы свидетельствует того, как обсуждается сейчас водоканал, трамвально-троллейбусное управление, то же самое тепло-коммунэнерго. Будет возможность решать эти проблемы. И кроме этих проблем у нас есть еще масса других проблем. Часть депутатов, которые мы стерят трезво и независимо от своих политических взглядов, мы здесь, естественно, поддерживают. Я сегодня уже второй раз выступаю с этим предложением вместе с Романюком. И мы предложили как раз Любову Владимировне Цымбалюк обратиться уже как исполняющей обязанности Северского голова, тем более она секретарь Курсовета, она тоже депутат нашего корпуса, и она тоже может поднять этот вопрос. Она поддерживает эту инициативу, и я надеюсь, что и общественность города тоже поддержит эту инициативу. И думаю, что все-таки этот вопрос можно и надо решить. Я не говорю, что он решит все проблемы, но шаг за шагом часть проблем решит, потом дальше, дальше. И то, о чем мы все время твердим и говорим, мало говорить об экономике. Надо работать, надо действовать, надо принимать мерку для того, чтобы заработали предприятие.